Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Этот видеоролик это никакая не тема, не видеоурок, просто я решила показать вам, что мы строим новую теплицу взамен улетевшей осенью. Вчера вот начали муж с сыном строить, не достроили. В этот раз мы решили потолще поликарбонат применить. У нас был обычный такой тоненький, а вот это вот такой он 4-х миллиметровый что ли. Он может быть потяжелее будет и никакой ураган ее больше не унесет. Просто очень жалко. Один плюс, который я смогла найти в этом событии, что у нас унесло теплицу, то что грунт вот этот стоял всю зиму открытый. Стоял всю зиму открытый, он тут промерз, обеззаразился, и здесь я уже не буду обрабатывать ни стены, их мыть не надо, они чистые без всяких там налетов, ни землю. Вот это тоже хорошо, сэкономит мое время. Вообще вот это вот промораживание, это один из способов обеззаразить грунт, когда у вас там очень плачевная ситуация. Специалисты рекомендуют даже снять покрытие с теплицы или хотя бы там крышу как-то открыть, чтобы все здесь зимой в естественных условиях промерзло, замерзло и проветрилось. Ну вот у нас теплицу унесло осенью, и все естественным образом проветрилось и обеззаразилось. Конечно, утоптали они мне вчера здесь теплицу, жду, не дождусь, когда ее сделают. Ни разу в жизни у меня не было теплицы с таким толстенным поликарбонатом, который даже вот на ощупь сильно-сильно отличается от того, прям такой очень толстый. Вот хочу испытать, будет ли здесь теплее, и сколько мороза он будет выдерживать, потому что те тоненькие поликарбонаты, они почти ничего не держат, там всего на 5 градусов. И когда ночью вот сейчас минус 2, то там 3-4, не больше, высаживать ничего нельзя. Надеюсь на этот толстый поликарбонат, может быть это будет теплица тепленькая. Все, до свидания, вот показала вам, что мы строим новую теплицу на старом месте. У нас теперь здесь чистая земля, чистый поликарбонат, и будет утепленный вариант усиленный. Она тяжелая, чтобы ее не унесло, и толстенькая. До свидания. Продолжение следует...